добрый вечер пятница 29 в прямом эфире программа полярное мнение министр образования и науки страны дмитрий ливанов сообщил что в 2020 году российские выпускники будут сдавать еще один обязательный егэ казалось бы наконец-то эта история нашей страны но нет обязательным госэкзаменом станет иностранный язык слава богу что выпускники смогут сами выбирать уровень на котором будут сдавать базовый или углубленный впрочем это радует но не всех многие родители да и сами школьники взбудоражены ну зачем я буду сдавать к примеру английский если стану преподавателем история непонятно что ж тема сегодняшней программы поддерживаете ли вы внедрение нового третьего обязательного яга именно иностранного языка по ходу прямого эфира мы вы сможете принять участие в онлайн голосование и вы сейчас видите на своих экранах вопрос обязательный егэ по иностранному языку варианты ответа поддерживаю вариант 2 против голосуйте сделать это очень просто отправляем смс сообщения на пробел и цифра варианта ответа на короткий номер 5533 помимо прочего звоните к нам и в студию и высказывайте свое мнение телефон прямого эфира 2 11 45 но мы начинаем полярное мнение здрасте коллеги уважаемые если в гостях надежда литкова моя коллега ну и татьяна николаевна бадьян сегодня я вас представлю в качестве сопредседателя регионального отделения он и ф за россию он и ф это общенародный российский фронт но еще прежде чем вы в прошлом кстати педагог да да что приводовали до педагогов не бывает бывший физику астрономию директором школы было но когда я только нашел в интернете информацию я просто ужаснулся чему но я считаю допустим что егэ по иностранному это уж слишком вот прочитал комментарии сразу родителей а пишут одни страшные вещи как то так и так много и молодежь много молодежь сейчас перед егэ там совершает глупые поступки чуть ли не до суицидов в общем родители наверное большинство считает что егэ по иностранному это не очень хорошо для наших будущих для школьников такие есть и родители и выпускники очень боятся егэ обязательного по иностранному языку не знаю почему но даже вот в наших школах я много общаюсь со школьниками их родителями и у некоторых маленьких школьников преподавала иностранный язык помогала им как-то приобщиться к культуре английского языка они очень боятся и переживают но ведь еще пять лет впереди на самом деле только вводиться будет с двадцатого года ты в прошлом году в позапрошлом сдавала английский язык давала для чего тебе уже да да для поступления я мечтаю всю жизнь быть преподавателем иностранных языков я сдала дала успешно 93 балла и это совсем несложно все так пугают егэ на самом деле вы решаете егэ школьники выпускники вы решаете его три года да 9 10 11 класс это несложно можно натренироваться из успешно сдать все экзамены только математику русский а если к примеру ученика за иностранный язык в одиннадцатом классе три как заводи г а ведь для этого и сделали готовится конечно планово готовится но для этого сделали два уровня базовый углубленный если тебе не нужен для поступления иностранный язык сдашь на базовый уровень но скажу вам честно я сам изучал школе немецкий язык и у меня по сути с ним было не все очень хорошо до сложности мне это было абсолютно неинтересно потому что я понимал что в будущем мне не пригодится вот не дай бог сейчас бы в этом году сделали и г и мне пришло бы его сдавать я вот уверен ну может быть сдал бы но еле как без помощи наверное дополнительной подготовки точно бы этого не сделал татья николаевна вот вы как считаете все же нужен ли нашей в нашей стране обязательные г по иностранному языку я хочу прежде всего поблагодарить за то что вы пригласили на передачу меня хотя я слушаю ваши диалоги очень молодых и перспективных людей и часть вашего высказывания конечно вызывает у меня может быть улыбку но в целом целом вы наверное передали то самое настроение которое сейчас имеется в нашем педагогическом сообществе действительно учителя иностранного языка прежде всего в шоке потому что не секрет что очереди работать в школу нет и действительно хорошим знанием преподавателя языка не порой не остается работать в школах тем более в регионах а стараются вот эту свою коммуникативную способность использовать на более престижно как говорится профессиях но тем не менее я может быть сейчас как раз и скажу позицию от имени народного фронта потому что 31 апреля будет всероссийское обсуждение вообще проведение экзамена эгэ на площадке народного фронта и это все идет очень и очень правильно в октябре проходил съезд учителей вот такой вот форум учителей на который владимир владимирович путин обратил внимание на то что есть конечно преимущество единого государственного экзамена прежде всего в том что объективность стартовые какие-то возможности для ребят из регионов поступать хорошие вузы но вместе с тем не секрет ведь мы знаем что несмотря вот на все меры проведения тщательного экзамена все равно результаты некоторые удивляют вспомните кавказской республики массовое количество 100 бальников по русскому языку это было два года назад да 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 ну и сейчас ситуация собственно говоря она нет нет но в каких-то регионах она проявляется и я вот по-прежнему горшусь за 10 лет проведения государственного экзамена в немецком округе полностью отсутствует коррупционная какая-то составляющая вернусь так вот там как раз было мнение педагога что детям которые поступают нашу так называемую хотят быть рабочей аристократией надо ли сдавать настолько сложные кимы по даже по математику по русскому вот сложной такой обстановке для базового уровня должен быть собственно говоря но приличный уровень знания математики имеется ввиду вот для стандарта всех профессий знать математику точно также по русскому языку вероятно такая же практика будет и по английскому языку потому что но все мы теперь ну что россия вход международным пространством она там и есть невозможно представить наш мир без россии а следовательно мы должны немного если мы бываем за рубежом или мы встречаемся по обмену опытом или мы в россии привлекаем инвестиции то есть носите специалистов с носителей английского языка безусловно нужно как-то их хотя бы с ними общаться а вот ребята которые хотят уже быть интеллигенции да вот поступать в вузы наверное знание английского языка для них должно быть более высокого уровня обязательно конце концов дворяне когда-то же говорили в россии на французском я перед программой общался с несколькими приводователями английского языка 63 из 6 мне сказали что мы вообще в курс впервые слышим о том что егэ станет оказываться обязательным да еще и сказали а слушать а почему английский давайте сделаем историю например куда более важный для нашей страны предмет на точка зрения ну так как предметов там до 16 каждый учитель будет это говорить но мне кажется вы здесь задали вот еще один такой олег то что учителя не слышали отчасти это и занятостью каким-то решением других проблем на мой взгляд вот я и хотел это высказать именно на вашей передаче сколько бы мы говорили о какой-то информационной все равно недостаточности темы которые ведутся в образовании вот у нас в округе практически 5 миллиардов окружного бюджета тратится на образование это треть нашего бюджета и до сих пор мы вот все равно жалуемся на то что есть департамент образования у него вот сложный такой выход на сайт и может быть эти темы надо или на площадке общества или все таки вот родители школы или там знаете на каком-то таком особом портале эти темы говорить потому что это оценка деятельности собственно говоря школы оценка деятельности закона об образовании как федерального так и нашего молодого закона в округе и если бы это уже было я полагаю что на сегодняшний день мы там на инфо скажем 83 очень там обсуждаем там дороги там 95 закон а вот культуры понимание что образование это наша общая тема том числе не только педагогов не только вот родителей детей которые будут сдавать егэ наша это общая тема потому что мы или будем мы есть великая держава культурная образованная страна или нет вот нам к этому надо стремиться вот вы действительно заметили действительно мало кто знает что уже нужно начинать готовиться к егэ значит все таки вы в принципе поддерживаете что егэ по иностранному станет я понимаю что я на передаче полярное мнение но что значит вот на сегодняшний день вот так вот слепо как бы уже смириться с тем что будет егэ у нас ведь серьезные проблемы с преподавательским составом именно по иностранному собственно говоря по всем но раз уж мы говорим сегодня английский язык то это да а как быть с культурой немецкого и французского языка может быть китайского раньше да я считал всероссийскую статистику в прошлом году егэ по иностранному стал самым непопулярным и тогда кстати большую часть работ большая часть работ была завалена ребятами и вот через пять лет уже предлагает его сдавать всем вот если сейчас будут приняты кардинальные меры по укреплению престижа педагогических пузов кстати именно путин говорил о том что инженерные на педагогические специальности нужно уйти от бакалавра это собственно говоря низкий уровень для задач которые поставлены федеральными стандартами а перейти хотя бы вот на специалитет да так вот если эта задача будет выполнена если уровень заработной платы педагогов будет не за совместительство что кстати поднимает его народный фронт а подниматься базовая ставка до средней экономической регионе как это говорится майском указе тогда возможно может быть престиж профессии статус учителя будет подниматься и за пять лет возможно возможно мы что-то можем это сделать а материально-техническая база что значит качественно преподавать английскому языку это точно также как на моей любимой физике надо иметь хорошее лабораторное оборудование там даже не лингофонный кабинет а уже компьютерная техника должна быть а кстати вот сейчас изучают английский вообще иностранный с какого класса я помню с пятого уже со второго уже со второго да ну значит нужно делать с первого в таком случае коль уж двадцатого года будем сдавать или я думаю что думаю я так я даже в этом уверена что отчасти собственно говоря и бизнес должен прийти в образование а то есть вы имеете виду конечно конечно как то это будет и в школах раннего развития или это будет часто репетиторство или это будут центры для продвинутых детей не знаю но на сегодняшний день это как бы неизбежность времени ну и может быть вот учителя то как раз беспокоиться о том что сейчас по нормам классы при 25 должны только делиться вот на группы по иностранному языку а если класс сельские скажем по 18 человек они уже не делятся то есть будут преподавать или обучать вот класс наполняемся 18 20 человек наши российские челяк это мы не привыкли хотя я знаю что на западе там нет такого деления собственно говоря тот же русский как второй лингвистический язык он ведется при больших аудиториях то есть неготовность может быть еще и внутренних перемен ко всему этому обеспечивает вас пока вот к сожалению вот такое отрицание ну скорее да у нас уже есть первые результаты голосования и так 44 процента считают что 64 процента считают что егэ по иностранному с двадцатого года они поддерживают а 36 34 считают что егэ 36 засчитать что в принципе егэ с двадцатого года делать не надо не против нас вот скажи просто ты занимаешься иногда репетиторством вот такой возраст какой возраст меня очень радует на самом деле результаты нашего голосования зрители поддерживают с маленькими детьми занимаешься и вот какой у них уровень им просто оказывают помощь если репетитор тут на должно быть она оформлена просто я занимаюсь ребятами им интересно поэтому я и занимаюсь я бы не стала конечно заниматься с ребенком который просто не хочет изучать иностранное ведь хорошее знание имена не хорошая оценка и хороший результат егэ а именно хорошее знание это мотивация для школьника это его цель должна быть тут не должен заставлять не учитель не родители то есть да это зависит от воспитания семье ему привели любовь к разным знаниям разным областям и потом уже ученик идет школу издает экзамены не с тем чтобы получить хорошую оценку поступить получить диплом с тем чтобы быть разносторонне развитым человеком и так и как раз иностранный язык я думаю в этом плане очень помогает потому что можно читать иностранную литературу в оригинале можно путешествовать и не задумываться не возить с собой разговорники где по-русски будет написано и вот этот уровень лондон и the capital of great britain он уже не покатит сколько у тебя в классе было человек больше 20 издавала наверняка иностранные только 1 до только 1 как оценишь уровень твоих одноклассников вот два года назад по иностранному языку не кто-то учился но если а егэ базовые смогли бы сдать я думаю готовились готовки покойного создали если бы захотели что далеко ходить у нас есть современные школьники у нас есть в студии она герасимова это ученица 11 класса школы поселка искателей кстати отличница давайте спросим а не заходи пожалуйста привет спросим вот скажем просто готова ли ты сейчас сдать его по иностранному базовый уровень думаю да но углубленный углубленный наверное нет потому что у меня немножко другое направление я считаю то что должны предупреждать заранее то есть не год не два больше у нас первого класса чтобы готовили именно на сдачу потому что например в мурманске на молодежном форуме шаг в будущее там участники из города санкт-петербург представляют свою работу на двух языках и на русском и на английском то есть там презентацию жить от полностью в английской форме то есть там и разговаривают они тоже все на английском и для них это спокойная обстановка это привычка для меня это неспокойно неспокойно ты хочешь стать в будущем хочу пойти в медицину стать врачом ну я понимаю то что английский мне тоже наверно понадобится а понадобится вот в медицине английский конечно конечно стажировки за границей опыт зарубежных коллег да ты вообще стремишься его изучать прямо так углубленно ну думаю да потому что английский сейчас уже в последнее время стал таким элементом популярным в жизни он уже необходим потому что да как вот надя сказал то что даже при поездке в другие страны проще общаться именно на английском языке потому что русские не везде знают на клавиатура жиле не да но я знаю по английскому несколько слов принципе все ну алику и после этой передачи обязательно пойдете с немецкий изучал да и то с немецкого мало что осталось а твои одноклассники как они относятся к этому я думаю большинство будет таки против потому что не все поддерживают вообще единый государственный экзамен кто-то против того чтобы сдавать так много экзаменов то есть вот узкопрофильные да они сдают например вот ну грубо говоря там общество или ту же географию да они полегче кажется и да что полегче им это действительно везде используется общество знания но английский все-таки не везде но было очень обидно когда вот планируешь поступать в один вуз а он резко делает еще английский обязательным для сдачи то есть это действительно было так я планировала поступать в один вуз короче санкт-петербурге и там вот сделали английский я испугалась и вообще я не планировала сдавать английский даже документы на него не подписывала как бы не вносила их список вот ты скоро сдаешь уже егэ как твои родители относятся к этому переживает нет но переживает наверное скорее всего за меня потому что это уже волнуюсь и мне кажется любой человек волнуется перездачей егэ и даже вот в девятом классе там не егэ немножко другие экзамены тоже волновались естественно хотя все сдали но все же вопрос следующий и так ты поддерживаешь ли введение с 20 года егэ по иностранному обязательному я наверное все таки поддерживаю потому что уже говорила о том что английский стал неотъемлемой частью нашей жизни поэтому может быть тогда дети начнут действительно его изучать уже и тому же уже будешь вузе тебя это не заденет ну будущее поколение заденет поэтому но я считаю что да это необходимо ну вот и историю как уже говорилось тоже наверное необходим потому что мало кто так углубленно знает историю россии а так уже человек будет знать то что его будут проверять на эти знания он будет знать и будет гордиться тем что он знает то есть постепенно наша школа будет приобретать статус классической гимназии как когда-то была советская школа где массово сдавали по 12 экзаменов дети да физику тоже нужно сделать обязательно то есть мы говорим собственно говоря о повышении качества образования для того чтобы еще раз говорю поднимать экономику поддерживать вот в целом культуру структуры просто качество образования должны поднимать анти большое спасибо мы сейчас прервемся на короткую рекламу не переключайтесь и есть хотите сказать свое мнение звоните прямо телефон прямой студии 2 11 45 у нас небольшая пауза база строитель принимает заявки на поставку стеновых блоков щебня пгс пиломатериалов длиной 4 и 6 метров цемента фасовкой по 1 тонне и 50 килограмм металлопроката кирпича силикатного и красного лицевого жбы и емкости подсептик и других строительных материалов для жителей села тельвиска красная нельмин нос в летний период бесплатная доставка до берега торговый отдел улица заводская 2 вход стопца телефон 8 911 556 04 25 или 4 47 40 мы рады приветствовать вас в новом магазине премьер в магазине премьер огромный выбор кондитерских изделий постоянно обновляемый ассортимент мясной рыбной и куриной продукции широкий ассортимент диабетических продуктов питания и бытовой химии ждем вас по адресу улица пырерка дом 7 магазин премьер надо знать где покупать мебельные магазины транзит мягкая и корпусная мебель в наличии и на заказ по каталогам кухни офисная мебель детские гостиные спальные гарнитуры матрасы обеденные зоны светильники предметы интерьера ролеты карнизы мебель из ротанга магазин транзит мебель поселок факел юбилейная 98 мебельный салон транзит в торговом центре на рабочие 4а второй этаж новый корпус итак мы продолжаем это прямой эфир полярное мнение тема сегодняшней программы с 20 года егэ по иностранному сделают обязательным поддерживает или все же против надежда а ты общалась недавно с преподавателем начну и сегодня вот расскажи что они тебе сказали я думаю самое время выслушать мнение учителя иностранного языка английского во второй школе нашего города ирина николаевна марокко это кстати вроде бы лучший преподаватель да учитель года да 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 очень достойный странно пока расскажи вот что он тебе сказал со своих слов конечно это сложно для учителей английского вообще иностранных языков прямо сейчас начать вот преподавать в таком объеме который нужен для обязательного егэ поэтому нужно работать тут и количество учителей увеличить конечно нагрузка такая вот моя преподаватель занималась со мной я одна из класса сдавала английский и все равно она очень много внимания уделяла мы очень долго готовились получается вот на твой взгляд сейчас преподавая преподают иностранного языка в достаточном количестве или нужно увеличивать если если вот иностранному понятное дело ежедневно ежедневно прям как математика и русский язык конечно конечно это же обязательно преподавателя английского языка и так смотрим что она сказала родителям нужно сейчас очень хорошо подумать в каких условиях будет приобретать профессию и зарабатывать на хлеб до их ребенок какие это будут профессии они будут очень динамично во первых меняться во вторых они наверное будут связаны не только с россией и поэтому сейчас нужно просто уже необходимо знать несколько иностранных языков сейчас родители могут потратить время на то что будут сопротивляться этому закону да вот этому правилу вместо того чтобы сделать другую вещь принять сказать что это нужно и начать вместе со своим ребенком осваивать его может быть вместе в играх смотреть фильмы на иностранном языке без перевода может быть по скайпу найти человека который живет вот в стране того языка который вам интересен не обязательно интересен английский европа говорит на немецком а наверное сейчас интересно присмотреться к восточным языком а уж китайский наверное уже и скоро будет интересна половина россии которая там дальше урала и эти пять лет мне кажется это достаточный срок для того чтобы подготовиться родителям детям ну педагогам само собой педагоги будут к этому готовы и все будет прекрасно я вообще хотел сказать вот одну вещь любой язык второй третий язык он развивает мозг но произошла небольшая техническая неполадка и вместо ирины николаевны марокко мы послушали мнение другого эксперта ольги зенуровной кривовой она сама филолог по образованию и психолог и еще она как раз представляла наш регион вот на пензи на всероссийском съезде учителей качество во имя россии то есть ольга зенуровна как раз вот слушал речь путина и является она экспертом народного фонта вопроса по образованию я услышал я сказала все таки пять лет это достаточно и ученикам и родителям чтобы подготовиться к егэ не бояться сейчас не паниковать цель поставлена цель поставить и пять лет готовиться это не сложно с детства надо просто прививать любовь к языкам семье и может быть у тебя ведь есть дочь и занимайся с ней английским если бы я знал этот английский а учитесь есть очень много различных программ которые помогают видео мне кажется олег ведь не умеешь шить платье но ты идешь или покупать или мастерскую идешь ты предпринимаешь усилия ну в помощь интернет на самом деле да да давайте посчитаем двадцатый год первые г по иностранному обязательный если это будет сейчас кто 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 будет сдавать ученики учатся сейчас в седьмом классе да получается нет даже в седьмом пять классов назад ну да 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 шестой даже класс да да вот их бы спросить конечно как они вообще смотрят на это на самом деле я думаю у нас еще время есть и мы будем они еще беспечные что нам сейчас главное поднять родителей родителей детей чтобы они начали думать об этом чтобы они говорили не боялись а именно говорили об этом дома обсуждали конечно так и правильно говоришь что все таки это не просто лозунги что образование это проблема всей семьи всего общества только вместе вот только вместе можно добиться результата и выполнить любое задание любую цель ну раз ЕГЭ все же будет обязательным значит уже сейчас нужно увеличивать количество часов по иностранным языкам да и вот пять лет как раз они взяты на то чтобы модернизировать сама процесс преподавания иностранного языка в школе еще раз я говорю это вот пойдут учителя это нужно в педагогических институтах подготовку учителей изменить что к обязательным ЕГЭ это немножко все другое правильно за пять лет подготовят учителей будут курсы повышения квалификации у действующих педагогов дальше за пять лет должно измениться в общем-то самоотношение к ЕГЭ как собственно говоря к системе такой вот под которую с которым мы должны российское образование справиться разное мнение вообще об ЕГЭ оно может быть должно меняться какие мы должны быть понятными посмотрите снова вернули написание сочинения потому что наше российское общество прежде всего его характеристика являлась духовность а я кстати писал в этом году точнее в прошлом а если не читать то какая же духовность и нравственность ну там же тоже результаты не впечатляющие и 100% вроде бы в Ненецком округе 20 или чуть ниже не написали сочинения мы знаете вот в погоне за чем-то может быть приоритете вот такого материализма мы как раз вот и потеряли то чем всегда славилась советская школа и российская школа это добротность компетентность профессиональность и самое главное общая забота общая забота любой глава муниципального образования глава региона мы говорим руководитель предприятия они все должны быть тренди мы все хотим жить в образованной стране в культурной стране это наша общая тема и показывать пример будущего конечно конечно хотите высказать свое мнение звоните телефон 2145 результаты голосования уже в принципе тоже есть и так 67 процентов считают что а точнее поддерживают введение ЕГЭ по иностранному 33 к сожалению а может быть и к счастью против не имеет права не имеет права да итак давай послушаем сейчас второго представителя учителя иностранного что она сказала давайте сдача ЕГЭ обязательного предмета английский язык наверное немножко будет сложна для обучающихся в цел дело в том что такие сложные предметы как русский язык и математика они и так нагружают выпускника когда мы говорим об экзамене по английскому языку он достаточно сложен для выпускников конечно я думаю что учителя английского языка со мной согласятся в том что мы все хотели видеть предмет английский язык при сдаче экзамена при сдаче ЕГЭ как предмета по выбору потому что каждый выпускник должен выбрать для себя нужен ли ему этот предмет или английский язык нужен только для того чтобы путешествовать и быть интересным собеседником что она сказала собственно говоря сказала что сложновато но реально конечно реально тут и развернуться репетитором можно и дома заниматься главное с детьми побольше давайте посовем Ксению Маякова в студию это еще одна одиннадцатиклассница шестой школы она тоже кстати отличница привет здравствуйте рассказывай как ты относишься к этому к тому что ЕГЭ станет обязательным в двадцатом году ну вот если честно если бы мне сейчас сказали что мне нужно сдавать данный экзамен обязательно я бы очень сильно разволновалась была бы в шоке просто для меня это было бы очень непредсказуемо я бы очень сильно боялась потому что это могло бы повлиять на дальнейшую на мою жизнь на мое поступление в ВУЗ и так далее а вот если готовить да действительно с самого-самого начала ребенка начинать подготавливать к этому чтобы он уже знал что это вот обязательный для сдачи экзамен также как допустим математика и русский язык то мне кажется вполне возможно реально сдать ну у тебя как в успехе с иностранным и кто учитель учитель у меня иностранного языка это Попова Инна Рисиславна также она является моим классным руководителем она очень хорошо преподает английский язык оценка какая у тебя оценка у меня по-английскому пять справляешься вот сейчас бы смогла бы сдать углубленный уровень ЕГЭ углубленный или все-таки вот без подготовки к примеру без подготовки углубленный я бы не смогла сдать а мне кажется базовый смогла бы а с подготовкой мне кажется я смогла бы сдать и углубленный а вот например в олимпиадах участвуете вы по английскому языку это ведь тоже такая подготовка КИГЭ ну я участвовала пару раз но как бы мне кажется английский язык это все-таки не мое мне не очень интересен этот предмет ну я по себе могу сказать даже на окружном этапе всероссийской олимпиады по английскому языку сложнее чем на госэкзамене серьезно ты писала да написала хорошо мне кажется олимпиады всегда сложнее чем экзамен ну я не знаю я не писал ни разу я не знаю поэтому даже там уровень конечно вот мы говорим об английском языке но ведь не только английский немецкий французский испанский или другие языки ведь также преподают в школах России и может быть нужно рассматривать обязательный экзамен не как какое-то наказание ученикам какой-то дополнительный дополнительная ступень которая будет мешать а как возможность возможность выбора профессиональной деятельности вдруг это вот он сдаст сейчас английский а в будущем ему это поможет конкурентоспособным станет потому что я знаю есть даже выпускники прошлых лет которые пожалели что не сдали когда-то английский язык это мустик для последующей карьеры как обязательное условие поэтому может быть это благо наоборот да то есть мы подтягиваем наши прорехи которые есть вот это же не просто так вот Ливана взял и объявил вероятно все-таки было анализировано то что единицы только сдают единый государственный экзамен на сегодняшний день может быть отчасти какие-то тесты показали что недостаточное качество преподавания иностранного языка но все-таки больше это глобализация давайте у нас звонок Мария здравствуйте Алло здравствуйте хотела бы выразить свою точку зрения ну давайте слушаем вас пожалуйста что? слушаем вас конечно высказывайте ну знаете мне кажется что это уже издевательство над детьми вводить обязательный экзамен по иностранному языку потому что не все же дети способны изучать вот например есть математики чистые математики которым какие-то ну такие науки да как русский язык литература иностранные дается очень сложно так же как например и гуманитариум сложно дается математика поэтому вводить такие обязательные экзамены я думаю что это неправильно все равно у ребенка должен быть выбор спасибо большое а у вас ребенок есть? да есть школьник да? ну да он сейчас пока учится еще во втором классе вот ну и я еще хотела вот сказать как раз таки что дети же начинают сейчас изучать английский прямо с садика вот он у нас ходил уже садик на английский да у них есть курсы ну не курсы а занятия то есть они изучают там начальные какие-то слова вот эти вот как мы например вот я когда помню училась мы изучали их в пятом классе начинали изучать а сейчас они уже не изучают просто пишут ну вот все равно мне кажется если ребенку будет нравится изучать английский так пусть он его издает а если он например чистый математик то вот например мой ребенок он чистый математик и к этому английскому у него душа просто не лежит а может быть вашего ребенка просто не заинтересовали вовремя может быть не сам он математик совсем не познакомился с таким учителем такого не бывает я думаю все дети способны воспринимать различные науки и это не сложно но все равно ведь есть например и дети которым очень сложно дается например физико-математические науки они идеально там знают языки это полиглоты да так их назовем а есть наоборот которые пишут там чуть ли не на звойки на тройку перебиваются по английскому по русскому по литературе зато они знают на пять математику и физику действительно такое бывает на самом деле спасибо мы вас поняли спасибо за ваше мнение что ж мы продолжаем есть статистика у тебя какая-то небольшая знаю ирина морока как раз победитель учителя года в прошлом году она создала свой сайт для учеников для коллег и там также провела вопрос он не такой позитивный как наш сегодня позитивный ну я думаю это хорошо что у нас большинство зрителей поддерживает вопрос такой же нужно ли вводить ЕГЭ по иностранному как обязательный его результаты 56 процентов против и 44 за но почти пополам но все равно то есть дискуссия будет продолжаться у меня разногласий больше мы и на своем сайте устроили голосование и так результаты иностранные станет третьим обязательным ЕГЭ как вам это 20 процентов поддерживаю 79 против здесь же пока что практически все наоборот большинство поддерживают а меньше против ну у всех мнения абсолютно разные как и у вас на самом деле вот вы поддерживаете я честно говорю мое мнение я не поддерживаю я хочу уточнить да что я поддерживаю при условии и более того вот сейчас Мария она правильно заметила что есть в педагогической дискуссии и в общественной дискуссии мнение что ЕГЭ не может быть альтернативно вернее единственной формой сдачи экзамена должна быть какая-то альтернатива вероятно скорее всего что здесь и научные вот эти предпосылки будут развивать а пока мы только ведь обсуждаем и говорим на же полярное мнение передачи так что разные точки зрения могут быть экзамен по иностранному языку включает в себя разделы аудирование чтение грамматика и лексика и письмо то есть и техническая база тоже должна обновляться ведь аудирование учеников проходит с компьютером их запись их разговор записывается один на один а общение через электронную почту это же предполагает знание лингвистики посоветовала нам общаться по скайпу с носителями языка и это сейчас очень популярно конечно в интернете есть очень много сайтов людей которые хотят общаться с русскими на своем одном языке так и наоборот очень популярное изучение английского языка в прошлом году на радио мы проводили программу English lessons школьники четвертая школа одиннадцатиклассники выпускники приходили и с удовольствием записывали программы разговаривали со мной на английском причем на довольно хорошем уровне давайте начинать или возрождать ну действительно время в принципе еще есть пять лет целых только тогда мы начнем уже наши дети я не знаю начнут уже сдавать ЕГЭ по иностранному языку а вот насчет истории многие же тоже считают что нужно делать обязательным ЕГЭ историю конкретно историю почему нет вероятно тоже есть смысл потому что на сегодняшний день у нас же не секрет что и факты искажения истории встречаются в различных учебниках и даже говорим мы о странах которые собственно говоря всегда были к нам дружественны поэтому тема именно создания нового учебника истории честного по отношению к россиянину честному по отношению к его историческим какой-то памяти это будет может быть будет и по истории да я вас перебью у нас осталось немного времени давайте подведем все же итог к чему мы сегодня пришли надюши начинаем с тебя я думаю боятся ни в коем случае не стоит ни родителям ни ученикам а просто спокойно начать изучать английский язык потихонечку изучать слова слушать музыку ведь это в нашей повседневной жизни смотрите фильмы в оригинале читайте книги читайте просто русскую литературу у нас в русской литературе классической очень много французских слов и вообще иностранных слов я думаю это не сложно всем успехов нужно пожелать поэтому я считаю как мне сказали что самый простой самый легкий язык это итальянский затем испанский и так далее русский сложнее даже даже самого китайского и поэтому вот говорят многие про русских а русские просто должны изучать с легкой очень просто различные другие языки так что я думаю что мы сможем сделать может быть я тоже начну не ставить себе никаких границ никаких барьеров все получится если только захотеть мы будем изучать иностранный язык не забывая русский и поднимая его качество преподавания Ксюш ну ты все-таки свою точку зрения выскажи нам тоже мне кажется все-таки ЕГЭ по английскому языку должен сдавать человек который действительно хочет сдавать этот экзамен которому нравится этот язык вообще какой-либо иностранный а если допустим ну не лежит душа вот не понимаешь английский язык и тебе скажут его сдавать то нет мне кажется не надо вводить то есть она по выбору обязательно чтобы как сейчас хочешь ли ты вот этот человек которому у которого не лежит душа стать первоклассным специалистом международным специалистом ездить за границу работать в различных компаниях ну возможно это в дальнейшем ко мне придет я буду уже тогда думать о том что мне нужно сдавать английский язык сейчас когда он мне не нужен я думаю что нет ну что ж у нас к сожалению время подошло к концу мы с вами прощаемся это была программа полярное мнение в прямом эфире встретимся ровно через неделю здесь же на этом месте ну а далее сразу вечерние новости не пропустите до свидания